Сегодня в Чебоксарах открылся фестиваль шотландской культуры. В этом году организаторы решили посвятить его дню рождения знаменитого шотландского поэта Роберта Бёрнса. К слову, день рождения мастера баллад Бёрнса, который отмечается 25 января, один из самых дорогих для сердца шотландцев праздник. В Шотландии этот день называют Бёрнс Саппе и едят традиционное блюдо Хаггес. Это сельская еда, которую любил сам поэт и даже написал Оду Хаггесу. Как будет в Чебоксарах отмечаться этот праздник? Далее в репортаже. В четвертый раз любители всего шотландского устроят в Чебоксарах необычный праздник. Почти неделю в нашем городе будут звучать шотландские стихи, песни и танцы. Сегодня в Национальной библиотеке открылась выставка, где собраны книги о родине верескового мёда, терьеров и лохнесского чудовища. Там же в фойе библиотеки можно побродить по фото-выставке «Шотландия в Чебоксарах». Культура Шотландии очень привлекательна. И её любят во всём мире, не только в России, не только мы её любим. Она очень самобытна. Даже вот одно то, что мужчины в Шотландии носят килты, их национальный инструмент валынка, их национальное блюдо хадис, это известно всем. И это, собственно говоря, нас и очень привлекает. Кроме того, мы сами в Чебоксарах занимаемся шотландскими танцами. Отдельный день организаторы фестиваля решили посвятить шотландской поэзии. 17 января в стенах Национальной библиотеки будут звучать стихи знаменитого Роберта Бёрнса. На следующий день своим творчеством порадуют гости из Казани – Виталий Харрисов и фолк-группа «Уленшпигель». В следующий день у нас посвящен, можно так сказать, танцам, национальным шотландским танцам. Это уже 19 января. Здесь же в Национальной библиотеке пройдёт шотландский бал. Хочется сказать, что этот бал у нас в Чебоксарах проводится впервые. Это мероприятие будет абсолютно свободным. На него могут прийти те, кто может танцевать шотландские танцы, занимается шотландскими танцами, а также просто зрители. Совершенно не обязательно уметь танцевать, можно прийти посмотреть. Для этого будут специальные места по периметру зала, сидящие места для зрителей. И, кроме того, по программе бала предполагается, что будут несколько танцев, очень простых для всех, в том числе и для зрителей. То есть зрители могут встать и тоже приобщиться потанцевать шотландские танцы. Они очень простые, специальной подготовки для этого не нужно. Тем, кому понравятся шотландские бальные танцы, могут выучить самые простые па во время мастер-классов. Всех желающих приглашают в ДК имени Хузангая, где с каждым позанимаются лично. В Шотландии до сих пор сочиняют эти танцы, схемы этих танцев. Их танцуют от мала до велика. Никаких ограничений в возрасте, никаких ограничений социальных абсолютно. Это живая культура, которая объединяет их между собой. Может быть, нам чему-то стоит поучиться. Фестиваль продлится до 20 января. За это время в нашем городе побывают авторы, исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы из городов Москва, Казань, Нижний Новгород. Организаторы предполагают, что к культуре килтов, волынок и хагиса приобщаться более 600 человек.